строчки или ниже, Даниэль Кармье на пятой строчке, Хорхе Масвидаль шестая строчка, Нейт вторая строчка. Итак, друзья, весь список Бена Аскрена. Конор, Нейт, Хабиб, Адесанья, Кармье, Масвидаль. Хабиба обошли двое. Какой был бы ваш список? Напишите свой вариант в пяти лучших комментариях. Оди Атар заявил, что в ближайшие несколько недель официально объявят о следующем поединке Конора Макгрегора. Он сделал вот такое заявление. Должен сказать, что переговоры ведутся, мы находимся в тесном контакте с UFC. Надеюсь, обои будут объявлены в ближайшие недели, но пока это все еще в стадии разработки. Я всегда знал, что он не закончит карьеру на такой ноте, заявил Атар. Дальше менеджер довольно эмоционально высказался про Макгрегора. Доволен он тем, что работает с этим спортсменом в одной команде. Давайте послушаем. Конор стремится к величию и мечтает о вещах, на которые, как люди думают, он уже не способен. Я счастлив быть частью всего этого, видеть огонь в его глазах. Я думаю, что бои раз в год только разожгли в нем аппетит. В любом виде спорта чем больше соревнуешься, тем лучше становишься. Ему не привыкать становиться чемпионом мира, и он знает, что для этого нужно. Вот такие слова сказал Адиатар. Ребята, можете получить приятный бонус для новых пользователей по этому промокоду. Напарник Хабиба и Джон Маккарти предложили запасных для поединка Хабиб Тони. Судьба боя заставляет многих сомневаться в том, что в пятый раз парни наконец могут зайти в октагон и услышать объявление рефери о начале поединка. Напарник Хабиба по залу А.К.А. Джош Томпсон и Джон Маккарти обсудили, кто может выскочить на замену. А вот что сказал Томпсон. Если поединок запланируют снова, Дэйна Уэйт будет сидеть за крывлицу руками и шептать. Боже мой, что на этот раз случится? Отмечу еще, что среди вариантов, кто может выйти на замену, Джон Маккарти предложил Джастина Геджи. Геджи. Конечно, компания всегда может положиться на Дональда Сироны, но мне кажется, что именно Геджи услышит, эй, мы тебе заплатим за подготовку к этому поединку. И он согласится. Если оценивать перспективы статистики трансляций, то Тони против Геджи или Хабиб против Геджи. Вот нужные поединки, заявил Маккарти. Геджи хорошая и правильная замена. А что вы думаете, друзья? Состоится поединок с пятой попытки. Валуев высказался о поединке Кокляев-Емельяненко. Он заявил, что это мероприятие будет в топе спортивных событий России. Кстати, уже известно, что комментатором боя станет как раз Валуев. Вторым комментатором будет ведущий Александр Садаков. Давайте послушаем слова Валуева. Вот что сказал. Будет шоу. К нему приковано внимание. Интерес к этому бою большой. С точки зрения зрелищности, это мероприятие будет в топе спортивных событий России. Вот так думает Валуев. Напомню, ребята, что поединок Кокляев-Емельяненко по правилам бокса состоится 29 ноября на ВТБ-арене в Москве. Транслировать поединок будет телеканал РЕН-ТВ. И в завершение выпуска новость из инстаграма Махачева. Он разместил видео с отцом Хабиба Абдулманапом Нурмагомедовым. И на видео видно, как они борются и все это происходит в аэропорту. Что интересно, в комментариях к посту Махачев шутит. Магомедович, жду встречи на ковре. На эти слова уже отреагировал Хабиб, чемпион UFC в легком весе, оставил следующий комментарий. За отца и двор стреляю в упор. Отмечу, друзья, что Нурмагомедов и Махачев тренируются вместе в АКА и являются хорошими друзьями. Плюс к этому большинство экспертов называют Махачева следующим чемпионом в легком весе после Хабиба, когда он завершит карьеру. Вот такие новости на эту минуту. Всем спасибо за просмотр, с вас лайки, а с меня, как всегда, свежие новости. А еще обращаюсь к вам, друзья, кто досмотрел до конца. Вы самые внимательные и лучшие мои зрители. Проверьте, чтобы у вас был нажат колокольчик, так вы всегда будете в курсе свежих новостей. На этом пока все и до скорого.